Очевидный факт, что популярность Эминема вышла далеко за пределы рэпа. Вся его жизнь это как будто одна большая голливудская история. Это естественно подпитывается там вот зеленый милей. Только яму, как говорится, на десятой секунде видео и полторы недели монтажа этого не замечать. Ну дебил, дебил! И остальными произведениями поп-культуры, что вот он такой первый белый чувак, который выбился в рэп из гетто и его никто не принимал. Вся жизнь вставляла ему палки в колеса, но он смог и справился. И в принципе из-за того, что масштаб личности там вышел далеко за пределы субкультуры, чаще всего его обсуждают не какие-то разбирающиеся в рэпе чуваки, а допустим вот такие чуваки. 229 слов за полминуты или 11 слогов в секунду. Цифры, которые в ближайшем будущем будут ориентиром для всех рэперов планеты. И по крайней мере для тех, кто обращает внимание на скорость чтения ритмичных текстов. И в итоге большая часть обсуждения именема сводится к каким-то скандалам или его эксцентричным высказываниям. То есть получается основной его скилл совсем не в рэпе, а в том, чтобы быть скандалистом? Ну отчасти это так. Об этом сегодня подробней. Здрасте, вы на канале Сейна. Товарищи, ща выдам инсайт для самых посвященных в мой канал людей. Вот считайте, что с этого момента я начал отдавать ролики на монтаж. Это очень давно наклевывалось. Вы видите, что чем дальше я снимаю, тем сложнее становятся видосы. Как с точки зрения оформухи, так и с точки зрения того, как я их вообще строю. Я теперь, бывает, беру полуторачасовые интервью, просто чтобы добавить части некоторые в ролик. Короче говоря, теперь часть роликов, естественно не все, будут монтироваться монтажерами. Нашел вроде вменяемых ребят. Надеюсь, все с ними будет классно. А вы теперь пробуйте угадывать, какие смонтировал я, а какие они. Мы вроде как договорились на том, что они копируют мой стиль, и у них вроде как даже неплохо получается. Мне вот очень интересно, сможете ли вы отгадать. Вот пишите под ближайшими видосами, начиная с этого, я это или нет. Вот этими ручками монтировал или какие-то другие наемные ручки. Может, мои ручки не так уж и хороши окажутся. И скажу честно, делегирование дается тяжело. В принципе, чтобы блок Роса это все круто работало, мне приходится как бы в этом плане взрослеть и осваивать штуки, которые до этого для меня были совершенно чуждыми, как то же самое контроль своих растрат. Мне сейчас в этом очень помогает приложение Тинькофф Банка. Я и до этого говорил, что пользуюсь Тиньковым, и в том числе пользуюсь их инвесткопилкой, то есть тема, которая от каждой твоей траты откладывает небольшую сумму тебе в копилку. И таким образом ты не просто берешь и там условно с зарплаты что-то взял и отложил себе своей рукой, а у тебя просто с каждой твоей покупочки оно копится. И при этом ты рассчитываешь свой бюджет из того, что у тебя осталось. И таким образом откладывать деньги и копить их как-то проще естественно не получается. К тому же сейчас вышли новые дизайны картин Кофф Банка с Лэйзи Скуэр. Напомню, что Лэйзи Скуэр это вот такие вот офигенские мультфильмы, вы наверняка их уже видели, и вот такая красивущая карта вышла в коллаборации с Тиньковым. При этом там куча кэшбэков. До 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тиньков. До 15% кэшбэка на три выбранные категории каждый месяц. 1% кэшбэка с любых вообще покупок по карте. И до 6% годовых на счет каждый месяц. То есть не какими-то тугриками, какими-то вымышленными валютами, вам реально просто каждый месяц приходит, во-первых, 1% вот со всего чего угодно, вот что вы купили по этой карте. И к тому же то, что я перечислил до этого. Ну офигенно. А если вы карту по ссылке в описании прямо сейчас оформите, у вас на первый месяц пользования картой еще плюс 10% кэшбэка ко всему вышеперечисленному. И при этом наличные с этой карты снимаются бесплатно вообще в любом банкомате мира. Переводы с карты на карту вообще в любой банк также, они тоже бесплатные. И если вы до 31 октября успеете ее оформить, то у вас еще и обслуживание будет бесплатным. Всегда. Пожизненно. Так что переходите по ссылке в описании, оформляйте карту и следите за своими финансами. Понятно. Сверх задачей для этого ролика я ставил рассказать об Эминеме, использовав как можно меньше банальностей. Если вы про него совсем не знаете, не знакомы с биографией, посмотрите любые другие из миллионов роликов про это. На канале Резонанса есть видос, огромное количество документалок, да та же Восьмая Миля, короче куча всего. Здесь я попытаюсь рассказать обо всем, на чем обычно внимание не сосредотачивают. Потому что как раз таки за эти долгие годы было уже столько раз это пересказано, что вот этот вот сломанный телефон переделок этой истории превратил жизнь реального чувака в вот такую вот историю из фильма. Чтобы насытить этот ролик экспертностью просто по самые уши, я позвал сюда Диму Шума. Это очень известный батл МС и просто МС и бешеный фанат Эминема. Когда я собирался его представлять, я сначала хотел рассказать про существование батла на биты Эминема, где чуваки написали огромные полотна текста, полные любви и отсылок к Маршалу. Но после этого я нашел, как он проходит викторину с Джонни Боем, да, тем самым Джонни Боем, и еще одним чуваком, а викторина по Эминему, и эту викторину Шум прошел на Ветеране. Там в итоге отрыв по очкам от остальных участников викторины был более чем в два раза. Короче, у нас в ролике настоящий профессиональный стенд. И начать хочется с центрального факта про Эминема, то, что он был первый белый рэпер. Естественно, именно номинально он не был первым, были и до этого белые чуваки, которые читали рэп. Не настолько хорошо, но сам факт, что были, и это никого особо не впечатляло. Более того, сам Эминем рос в Детройте и очень долго читал рэп с черными чуваками. И, собственно, их тогда это тоже не особо удивляло. Это был, ну, один из этих чуваков. Сильно после этого Майк Тайсон в подкасте с Эминемом скажет, что Маршал единственный белый, который по-настоящему понимает проблемы черных. И, опять же, это не сказать, что какое-то его особенное свойство, потому что он в этом рос. То есть, именно как человек, он на самом деле совершенно не отличался от всех остальных чуваков, которые были такие же бедные и также фанатели от рэпа. И все свободное время там вот зависали на различных рэп-тусовочных мероприятиях. То есть, именно с точки зрения какой-то ментальности они были абсолютно идентичны. Если бы не родился Эминем, другие белые рэперы в большом количестве бы родились в любом случае. А вот именно Эминем Стайл бы нет. Ну да, ну сама история, да, сам бэкграунд вот этот, он, конечно, такая, знаешь, очень голливудская что ли такая история, что вот он с низов, и он был таким, знаешь, как антагонистом. То есть, там, среди черных его, там, как бы не уважали, не воспринимали серьезно. Да, конечно. И причем, это же все было настолько утрировано, что очень, ну, мне кажется, до сих пор многие думают, что он жил там в трейлере. Но, на самом деле, он не жил в трейлере, на самом деле, он жил, по-моему, ну, короче, я не помню точно, но он не в трейлере жил. Просто еще это фильм, да, вот это «Восьмая миля», это все, ну, прям, да, такой образ. Причем я вообще, если честно, не исключаю, что какая-то часть вот этой всей истории, она так же преувеличена и как-то подогнана так, чтобы это выглядело еще, ну, как можно более красочно все это выглядело, вот. Поэтому, да, ну, тут я с тобой согласен, да, это было очень выгодно в плане образа, чтобы, это очень, но, опять же, нельзя отбрасывать его цвет кожи, да. То есть, он и сам признавал, что львиная часть его успеха завязана на том, что он белый. Ну, и... А, то есть, думаешь, что, наоборот, бы не получилось все-таки? Если бы он был черным, он бы точно не стал такого масштаба звездой. Он бы, я думаю, был бы и достаточно известным, и успешным, но масштаба Минема сейчас, белого Минема, он бы, ну, я считаю, что он бы 100% не стал. Просто этот фактор того, что он белый, это его подсвечивало очень сильно и выделяло. Но, опять же, да, ничего нельзя отнять, там, от его умений как рэпера. То есть, он очень крутой рэпер. То есть, если кто-то думает, что Минем успешен, потому что он, там, белый, блядь, и читает какие-то шок-вещи, это не так. Но было много белых рэперов вообще, то есть, там, ну, там можно вспомнить какой-нибудь Буба Спаркс, вот, я не знаю, кто-нибудь помнит его сейчас? Нет. Хотя он белый, как бы, и что? И более того, первый альбом Минема, Инфинит, он нахуй никому не нужен был совершенно, он никому не зашел. Хотя это все еще был, типа, белый рэпер, вау. Это тогда никого особенно не впечатлило. Впечатлил уже только второй. Чем отличался Slim Shady EP, уже успешный альбом Минема, от Инфинита? Тем, что там он был гораздо ярче и провокационней. У него был очень большой опыт выступления на открытых микрофонах, и это работает так, что идет бит, тебе надо фристайлить. У тебя есть 4 или 8 строчек для того, чтобы впечатлить толпу. Если ты ее не впечатляешь, соответственно, все, отдавай микро, до свидания. И тебе нужно за это время успеть выдать что-то, что вызовет реакцию. Не обязательно положительную, не обязательно отрицательную, вообще любую. Это может быть что-то просто провокационное. И, собственно, после неудачи первого альбома, Минем там, естественно, ушел в депрессию, там у него дочка, жена, все бедно живут, просто пиздец. Но из неудачи первого релиза он извлек главный урок, что он не впечатляет, не интересует, не цепляет. И наслоив на это опыт вызова реакции у толпы, он его умножает и превращает вот в свое альтер-эго Slim Shady. Который как раз-таки, вот главное, что про него можно сказать, это он заметный, вызывающий и яркий. Он вот именно сделан таким, чтобы не оставить никого равнодушным, потому что как раз-таки первый релиз Минема оставлял равнодушным. И это был главный его минус. И ты, как следующий человек, можешь ли сказать, что вот альбомы, вот как Infinite ты назвал, он по рэпу был хуже? Ну, блин, да, он был... Ага, то есть это все-таки может быть первопричиной. Слушай, может быть и это первопричиной, но факт в том, что как только он сменил вектор, да, вот, он сразу же выстрелил. И только в такой комбинации Минем начал работать. И дальше начинается история, как его заметили на фристайл-баттле. Но опять же, не было такого, что его увидели, как он фристайлит, и предложили контракт. Нет, его на этом самом фристайл-баттле, на котором он занял второе место, заметили сотрудники Interscope Records. И, собственно, тогда они достали, вот, он им вручил, как раз-таки Slim Shady EP. И они его отнесли к себе, собственно, в Interscope. И там уже генеральный директор это заценил, опять же, именно EP-шку. И доктор Дре после этого скажет, что он никогда еще не видел настолько интересных демо-записей. А как раз-таки чем они были интересны? Что это уже готовый со всех сторон артист. То есть чувак уже охеренно умеет вызывать реакцию, то есть как в лайве, так и на своих записях. То есть он представляет, что ты будешь чувствовать, когда это послушаешь, и знает, как вот зацепиться. При этом он охуительно читает и рифмует, и он еще и белый. И вот только такая комбинация, она как раз влюбила в именема сначала ограниченную рэп-публику, а потом и весь мир. Потому что он очень дохера собирал этот образ, и ни один из этих кусочков по отдельности не работал. И, собственно, поработав уже с доктором Дре, на крутом мейджор-лейбле, Slim Shady EP превратился в Slim Shady LP. Второй альбом именема, который стал мега-супер-пупер-хитом. Я здесь буду минимально перечислять конкретные регалии каждого релиза, потому что там он попадает туда-то в билборде, получает такой-то статус здесь, такой-то статус там, такие-то миллионы продаж здесь, такие-то миллионы продаж там. Вот давайте будем оперировать термином дохуя, да? Вот тут мега дохуя. Примерно шесть дохуищ. По некоторым оценкам шесть с половиной. И Slim Shady LP развивал идеи Slim Shady EP. То есть он был супер вызывающий и провокационный. Там была песня, в которой он со своей маленькой дочкой едет в машине, чтобы закапывать свою жену. И много другого как бы шокирующего. То есть, ну, мы-то с вами понимаем, что это просто гипербола, что так очень много какое-то творчество делается. И вот то же самое, что не могут никак отпустить всякие говеные правозащитники во всех странах мира, что излишняя жестокость, это призывает к тому-то, побуждает к тому-то и так далее. Как правило, это все сущая хуета, потому что сама песня имеет в виду какие-то гиперболизированные человеческие эмоции. По сути, все вот там кричащие жанры коих много, там куча разновидностей металла, почти все работают на этом. Вот сублимированная истерика, это, например, очень много песен-слепнот. И песни-то охуенные, но откликаются они именно потому, что это реальные сублимированные человеческие эмоции. Обычных живых людей, у которых все в порядке с психикой, исправка есть. Он и сам говорил, что на самом деле в том, что он делает, он очень сильно преувеличивает. То есть, исходя из творческих, да, каких-то побуждений. Ну, гипербола, да. Да, ну, естественно, что он не убил свою жену на самом деле, да. И там мать он свою не насиловал, как он об этом читал, что он там засунет в нее пулю и протолкнет подальше. Этого не было. Но, да, но он об этом читал, и это передавалось слушателю. Ну, я могу сам сказать, что я слушал Ким, да, в свое время эту песню, просто ебнутую песню про то, как человек увозит свою жену и убивает ее. Я не хотел этого делать, и у меня не было подобной ситуации. Но это настроение, вот это настроение женоненавистническое в этой песне, оно помогало в какой-то степени в какие-то моменты, когда, ну, были какие-то проблемы там в личной жизни. Естественно, не было проблем такого масштаба, но резонировал не сам, не сама вот эта история, а именно вот это настроение о том, ну, о том, что он читал, это уже было не так важно. У него же там еще и гомофобия была очень жесткая в то время. То есть, и ЛГБТ-сообщество тоже там очень сильно протестовало. То есть... Ну, вот опять же, а гомофобия в смысле я называю кого-то пидор, или гомофобия в смысле в каком? Слушай, ну, слово пидор, он использовал очень много на первых там, я не знаю, ну, на первых там трех альбомах, там, на Marshall Mathers LP, это, по-моему, я, если я не ошибаюсь, я что читал какую-то статью, что слово фэггет это самое часто употребляемое слово на этом альбоме. То есть, ну, ты понимаешь, то есть, как бы даже, ну, если не углубляясь в контекст, но вообще он получил много говна за это, и потом ему пришлось делать дуэт с Элтоном Джоном, ну, выступать, исполнять стена с Элтоном Джоном, чтобы сказать, вот, смотрите, я дружу с Элтоном Джоном, он гей, как бы все нормально. Вот. Если бы у нас сейчас... И это в итоге сработало, ну, в плане... в плане... Да, да. Ну, то есть, это же как будто несложно за это оправдаться, как будто, типа, понятно, что в моем жанре состязаний вот этой тестостероновой хуйней выебать кого-то в жопу, ну, особенно другого мужика, ну, в этом, как бы, и вся суть, вы, как бы, ребята, геи без обид, у меня работа такая просто. Вы лучшие фанаты в целом мире, и я тебя люблю. И это для Бога и для геев. После этого выходит Marshall Matters LP, собственно, так и зовут Эмин Эмо, и уже в названии прослеживается тема, что как бы он хочет представиться сам, а не только от лица Slim Shady. И особенность Эмин Эмо это то, что он моментально реагирует на все, что с ним происходит. То есть, из разряда, если на альбоме номер 3 про него кто-то что-то сказал, то на альбоме номер 4 будет про это реакция. И, собственно, как в Slim Shady были реакции на Infinite, так в Marshall Matters были реакции на Slim Shady LP, точнее, реакции на реакции. Еще дозы изобретения Ютуба, представляете, сколько всего Эминем придумал. И одной из таких реакций является песня Стэн, которая одна из самых популярных у Эмин Эмо и одна из главных рэп-песен в мире вообще. Это признают самые разные рейтинги, ну и сама по себе она безумно интересная именно как концепт. То есть, ну, кто не знает, она написана от лица фаната. И после этого такая идея и, в принципе, такой вот новый взгляд на своего слушателя и новый формат общения с ним заимствовали очень многие. И, условно, там песня всего лишь писатель с альбома Горгора Таксимирона по задумке ровно то же самое, что и Стэн. С помощью такого отношения и, в принципе, отличного умения реагировать разными способами на разные провокации. То есть, он провоцирует, на это люди провоцируются и на это он дальше провоцирует. Вот, играть вот этот вот СМИ-пинг-понг у Эминема получалось отлично. Этот альбом продается 32 миллионами копий по всему миру. Это мега дохуища. Вот до этого было 6 дохуища. Это примерно 7 дохуищ. По разным оценкам 7 с половиной. И дальше выходит Эминем-шоу, который является вот как бы последней точкой пика Эминема. Он продается тиражом 30 миллионов копий, что все равно как бы мега дохуища, но уже меньше, чем в предыдущий раз. И к тому же вся вот эта вот скандальность, она начинает таки давать свои последствия. Во-первых, на Эминема подали в суд и его школа, и его мама. Иронично то, что до этого мама Эминема подавала в суд на школу Эминема за то, что там делали с Эминемом, но это уже детали. В общем, жизнь не переставала подкидывать Эминему различные приколы, там на самом деле очень много жестких историй, вот про это подробно рассказывают многие другие видосы про него, именно прям в подробностях все, что там было. Ну, например, в какой-то момент он совершенно разучился спать, после этого и у него была жесткая бессонница, на съемках восьмой мили один из чуваков из съемочной группы дал ему таблетки снотворного и он прям обрадовался, потому что он наконец-то смог нормально спать, но в итоге он на таблетки подсел, это привело его к очень долгой наркозависимости, которая продолжалась, ну, в общей сложности больше семи лет, может больше, но суть в том, что, например, запись альбома Энкор, по его словам, он не помнит вообще, ну и, собственно, сами фанаты к нему относятся как к чему-то странному и, опять же, сам Эминем за него после этого извинялся. Наркота это прям очень большое влияние оказало, то есть вот у него Энкор, альбом 2004-го, там уже он, там прям слышно, что там уже какая-то шиза идет, то есть там уже, там уже у него пошел на спад именно скил, да, он там уже хуже как-то рифмует, у него уже там какие-то странные, вообще непонятные песни, непонятно о чем, просто какая-то Биллиберда, вот, и это альбом как раз когда он был прям на наркоте жестко, вот, ну и потом пауза, вот это вот сколько у него, там, с 2004-го по 2009-й, когда он там восстанавливался все это время. после этого именем ушел очень надолго и можно понять почему, то есть, помимо всего вот прочего пиздеца, который ему дал этот пик популярности, сам пик начал спадать, и естественно, у него все показатели там и продаж и всего остального, то, что до этого росло и пробивало просто любые мыслимые и немыслимые границы, било рекорды, теперь исключительно падает. И, собственно, в этом нет вины именема, потому что, ну, это на то и пик популярности. То есть, когда тебя вот эта вот масса, она только распробовала, ей это все еще интересно, очень много к тебе приходит из-за новизны тебя самого. И, собственно, дальше ты не можешь переплюнуть собственные достижения из-за того, что сам не можешь стать новым. То есть, именем не может взять и просто выпустить новый пиздатый рэп-альбом, потому что каждый раз это будет входить в сравнение с его предыдущими работами. И, собственно, до сих пор считается, что он не перепрыгнул свои первые три альбома. Хотя, по сути, это именно как фраза бессмысленно, потому что, ну, именем не может появиться заново. Можно спорить, там, либо именем шоу, либо Marshall Mathers LP, там, его там лучший альбом, но многие считают, что Marshall Mathers, ну, он пытается, но он же вот выпускал второй Marshall Mathers LP, это же была такая тоже попытка, знаешь, вот это вот, возродить это ощущение. А так, ну, ему и лет-то сколько, я не знаю, уже там, 50 или 49, то есть, да, вряд ли, странно было бы, если бы он читал о тех же вещах, что и, хотя, если честно, очень много он все равно читает о всякой глупой хуйне, знаешь, там, ну, вот именно глупые панчлайны, но он их делает специально, то есть, ну, вот, ему нравится такой вот юмор, и он это делает. О чем он сейчас ему писать, ну, ну, если брать, допустим, да, вот возьмем последний альбом, да, вот, Music to be Murt by, что здесь у нас, тут, ну, вот, какая-то история про женщину, да, вот, просто трек с панчлайнами, тот же Tone Death, это тоже, в принципе, такой репрезент, Book of Rimes, охуительный просто трек, но тоже репрезент, ну, и вот Storytelling, там Darkness есть, да, вот это вообще, мне кажется, очень выделяющаяся штука. Но при этом, знаешь, я вот сейчас специально успел прогуглить, ему сейчас 48, то есть, вот, эта история про то, что уйти, когда тебе под 50, не знаю, вот, просто, типа, те, кому как будто бы надо уйти, они и до этого отлично с этим справятся, то есть, в плане те, у кого не пишутся, я думаю, у них нет проблем с тем, чтобы перестать писать, вот, а из разряда, если пишутся, то, ну, до любых лет Eminem сможет выступать, и просто может, рэперы, рэперы не настолько с этим сталкиваются, и не настолько это видят, но в других жанрах, как бы можно вполне себе радоваться, если исполнитель способен хотя бы на записи себе сделать классный звук, то есть, если он уже условно настолько стар, что петь не может, то если на записи, как бы, голос звучит, то уже, в принципе, заебись, потому что это просто еще одно его произведение, ну, вот, ну, и опять же, там, Маккартни, ему сколько, 8 сейчас лет, он реально до сих пор с турами ездит. Мне кажется, да, если пишется, можно не уходить, в принципе, то есть, все равно, есть люди, которым нравится творчество, да, и если, как мне кажется, он просто любит очень сильно рэп, он прям, он задрот, он знает всю историю, он уважает корни, так сказать, да, и мне кажется, он просто любит рэп, и все, он любит его делать, а там уже коммерческий успех, там, какое-то признание, критиков, это все такие вещи, знаешь, вторичные уже в этом случае, поэтому, я думаю, он будет делать это пока, действительно, пока может. Я просто скажу, что, знаешь, у меня такие, с тем же нойзом, да, например, или, ну, со многими артистами, они уже сделали столько, ну, на мой вкус, да, какого-то прям, очень годного материала, что, в принципе, как бы, я никогда не говнюсь, там, если что-то выходит, и это не соответствует моим ожиданиям, да, ой, ну, вот он уже не тот, да, поебать, он уже сделал столько, сколько многие не могут сделать, и уже за это одно, любовь, как бы, и все, а что там дальше, уже не так. И вернется именем, уже только в рекавери. Опять же, спорно, как это называть, и именно, когда говорить, что Эм вернулся, потому что, ну, мы не можем залезть его в голову, но, например, считается, что в песне Not Afraid он извиняется также и за релапс, то есть он, получается, аж за несколько своих альбомов извиняется, но суть такая, что тогда он вот эту вот свою свойственную именему подростковость всего, что он пишет, такие гиперболизированные иногда очень пошлые эмоции и мысли, он добавляет в это попсовое звучание. И таким же образом вышел Фит с Рианой, который тоже, вы представляете, насколько мега хит эта песня, и клип на нее, вот, сколько себя помню, в каком-нибудь баре сидишь, иногда херак моргнул, повернулся, а там этот клип играет, вот он до сих пор просто один из главных вообще в истории современной музыки и рэпа в частности. Но опять же, именем не может просто выпускать новую музыку, потому что он именем, поэтому следующий альбом у него называется не как-то по-новому, а The Marshall Matters LP 2. Это, честно говоря, мне вся эта движня кажется странной, то есть, мне кажется, надо просто идти дальше ебашить новое, но у именема там свои химеры, и, собственно, что важно, только здесь появляется рэп-гат. То есть, вот эти вот рекорды по флоу, которые могут показаться вершиной рэпа только для человека, который не слушает рэп, да, и то есть, он относится к этому олимпийски, из разряда кто быстрее читает, тот и круче, только в этот момент это появляется, и, собственно, то, что он вот на своем последнем треке Годзилла в очередной раз говорит, что я там в 48 лет все равно могу вот это вот вот эту вот штуку намудить, это ровно та же мысль, то есть, из разряда самое такое, ну, это как популизм в рэпе, типа, это я лично воняю, это вот лично мое имхо, что мне это не нравится, но производит ли это впечатление? да, производит, и думаю, очень серьезную долю фанатской базы и Минему до сих пор приносят видосы, где вот он суперэкстремально быстро читает. По поводу, ну, я согласен, кстати, что вот Дабл Тайм и Минем меня не впечатляют, но не потому, что он его плохо делает, просто потому, что как будто это действительно уже не впечатляет в целом, да, то есть, вот в наше время, то есть, это уже с кем только не делаясь, там, тот же Тик Найн, например, мне, по мне, тот же Тик Найн делает это лучше, он на этом, как бы, специализируется. Вот, и также, да, я согласен, что есть песни интереснее, и части без фастфлоу, они действительно интереснее, но, мне кажется, он делает этот фастфлоу, потому, что ему просто, то есть, он сейчас, он просто на таком этапе карьеры, когда он может себе позволить в целом делать, ну, практически все, что он хочет, и он вообще начинал именно с такого быстрого рэпа, то есть, у него там какие-то демки еще до его альбомов, да, до официальных, где он просто дабл таймит, там, с неимоверной скоростью, и это, ну, там, год, не знаю, девяносто, не знаю, там, шестой, по-моему, или еще раньше, может быть, даже, да, но потом он понял, что это, ну, наверное, не так будет хорошо восприниматься, ну, и поэтому он с чего я начинал, и что мне хочется делать. Я не думаю, что это какая-то, ну, осознанная такая ставка, типа, вот, сейчас я прочитаю быстро, и все такие, оу, это просто, ну, то есть, как, fast flow, это же один из инструментов, один из, один из инструментов MC, то есть, это, там есть рифмовка, там, быстрая читка, ну, то есть, вот, есть определенный набор, да, качеств, которые делают тебя крутым рэпером, вот, но это, если говорить не о, ну, вот об этом ответвлении, знаешь, там, ну, а-ля, я не знаю, там, лирикал, типа, рэперы, вот, и это просто один из, один из инструментов, один из скиллов, вот, и он его просто использует в контексте того, что, вот, вот, смотрите, блядь, я лучший, вот, я могу делать так, я могу делать так, вот, поэтому, мне кажется, в этом прикол, что он, как бы, просто выебывает, в позднем этапе, у него, он решил, там, усложнять, там, именно в плане рифмовки, в плане каких-то панчлайнов, что-то там, пытаться, ну, типа, знаешь, вот, как будто ему просто стало скучно, он такой, так, ну, это я все уже делал, что мне еще можно сделать, а ебнусь-ка я вообще на всю, и начну делать какие-то, там, тройные, четверные, короче, подсмыслы на каждую строчку. и допустим, если еще вспоминать вот про это, ты меня сейчас натолкнул, да, допустим, на релапсе у него было, что он, используя акцент, там, по-моему, это какой-то восточный акцент, такой, арабский, что ли, он рифмовал слова, которые не рифмуются, в принципе, если их произносить без акцента, да, это, то есть, он как-то подстраивал именно, вот, язык, используя акцент, и само вообще произношение слова, ты можешь его произнести вообще по-разному, то есть, ну, причем с правильным ударением, но тут играет роль скорость, допустим, с которым ты определенный слог в слове произносишь, и из этого ты можешь его зарифмовать, хотя оно, если ты его просто произносишь, оно не зарифмоется, то есть вот, ну, он ебнутый, в плане, что он очень подходит изъебисто к работе вообще с языком. Типичные ролики про Эмин Эмма приходят к тому, какой же он молодец, победил там свои все наркозависимости, прошел все возможные суды, всех возможных активистов, которые против него боролись, вообще всех победил, теперь живет припеваючи, охуенно себя чувствует. По сути, так и есть. Но, вот вам один фактик. Альбом Камикадзе, который, ну, один из последних Эмин Эммовских, вот последний Music to be Mortared by, две части, и перед этим Камикадзе, то есть альбом уже старого Эмма. Это девятый подряд альбом Эмин Эмма, который занимает строчку в Billboard 200, то есть в списке лучших альбомов всей планеты, понимаете, да? Девятый подряд, а сам по себе это альбом Эмин Эмма, десятый, то есть все, кроме самого первого вот этого неудачного, занимали место в списке лучших альбомов вообще планетарного масштаба. То есть он все это время писал охуенный рэп. Вот я вам сказал мораль этого ролика. Эмин Эмм хорош не фастфлоу, не конкретно тем, что он самый жесткий чувак, а хорош суммарно тем, что это пиздатый рэп. Но в тему того, что самый жесткий чувак, нельзя не обсудить тему диссов Эмин Эмма. Это тоже вещь, что если вы знакомы неподробно или вообще не знакомы, настоятельно рекомендую ознакомиться. Я, честно говоря, ждал, что вот мне Дима шумом скажет, что вот кому-то там, по мнению западных чуваков, Эмин Эмм все-таки проебал, но как выяснилось, не проебал. В целом, мне кажется, просто он очень остро реагирует на негатив и уделяет ему много внимания. То есть в теории он мог бы просто забивать хуй на это и не отвечать там, не читать об этом, но это его задевает, и он об этом читает. И из-за этого выглядит так, как будто все, что вот происходит, это его критикуют, и он отвечает. То есть это вот его такой, знаешь, типа майнсет, что, а, ну, там вы меня, типа не уважаете, суки, и я типа сейчас вас за это разъебу. Но суть просто в том, что там, насколько я понимаю, это не из-за того, что там люди переключились на новых героев, потому что это абсолютно нормально, да, то есть, ну, время идет, появляются новые, как бы, герои. А из-за того, что вот у него вышел альбом Revival в 17-м году, ну, честно говоря, такой себе альбом, несмотря на то, что там есть очень много, ну, не очень много, пара-тройка, вот, ну, для себя я там выделил, да, очень годных треков, но как альбом, ну, я думаю, что, наверное, худший у него вообще за все время. И реакция была такая, что все, иди нахуй ты вообще никто, ничтожество обосрали. Ну, и как будто не было, да, вот, всего того годного, что было, и его задело именно, ну, и он в интервью об этом говорил, именно вот этот дисреспект, прям, как будто, то есть, он там не легенда жанра, а какой-то хуй с горы, и все такие сразу же, а, ну, все, типа, иди нахуй. И именно вот этим была вызвана, вот, в том числе, о любом Камикадзе, где он, как бы, отвечает на все эти выпады, да, а не тем, что, типа, ой, новый герой, молодежь, я вас сейчас буду, типа, диссить, нет. А, про MGK, но я считаю, что тут, конечно, однозначно MGK проиграл, то есть, но, опять же, его, наверное, дис, это, ну, вот, за всю историю бифов Эминема, это, наверное, самый годный какой-то ответ ему. Тем не менее, в Kill Shot, например, ну, все по полочкам отфлипано, да, там, все разложено, все очень круто, но очень много людей действительно считают, что MGK выиграл, просто потому что, да, я прям много таких мнений слышал, и на Западе есть, ну, на Западе меньше, но у нас есть такие мнения, что вот, что якобы о MGK просто как песня это лучше, хотя, ну, вроде бы, странно, ребят, как бы, это, дис, там должен быть дис, охуенный текст, какая разница, какой там бит. MGK, причем, извлек очень много профита из этого, прям, его карьера попосле этого взлетела, то есть, он там, реально? Да, 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 он начал там в фильмах сниматься, у него там альбом, вот он выпустил потом, такой, поп-панковый, если я не ошибаюсь, жанра, он у него там в билборде там первое место занимал какое-то время, то есть, после бифа с Минемом у MGK все пошло только вверх, то есть, нельзя сказать, что он там проиграл этот биф и все, его это похоронило, не, это ему дало буст вообще очень даже сильный. на самом деле, сколько у него было бифов, я вот вспоминал перед, со звоном как раз, там, Everlast, Cannabis, еще какие-то там ранние, которые можно не упоминать, в принципе, там, Джарул, да, бензина, как бы, все равно всех он на голову или на две был выше, ну, именно вот в дисах. Ну, из разряда объективно, то есть, просто мне кажется, что если бы был какой-то прям убедительный разъеб с обратной стороны, это в любом случае запомнилось, запомнилось бы как штука на волоске. Ну, наверное, ну, вот самое достойное, можно сказать, сопротивление оказали Everlast и Cannabis, но, ну, мое личное мнение, опять же, да, что он все равно был сильнее именно в дисах, то есть, у него было больше какого-то остроумия, больше интересных каких-то строчек, то есть, они очень часто читали ему о том, что у него там ты назван в честь M&M's, да, что и MGK читал, что и Everlast читал там 10 лет назад, ну, такие себе предъявы, ну, были интересности, да, всякие, но в целом, если брать вот эти дисы, я думаю, что не было того, кому бы он проиграл, вот прям проиграл или даже с порно. Как выяснилось, этот скилл, ну, наверное, наработанный еще тогда на фристайл баттлах и, безусловно, собственный талант и бешеное количество трудолюбия и, как бы, вот, понимание, как вызвать реакцию, все-таки, вот это вот все суммарно сделало его еще и лучшим дисмейкером из всех существующих на данный момент, но, опять же, возможно, еще дело в том, что большая часть рэп-величин к нему с респектом относится, но тут уж как сложилось. Если вы после этого видоса решили поглубже прошариться в именеме, то самый простой совет это обязательно послушать первые три альбома, но, честно говоря, я вам не рекомендую этого делать, если вы сами по себе не знакомы со старым хопчиком, то есть, здесь, мне кажется, время играет слишком большую роль и если в вашем плеере, вот, плейлисте нету вообще песен алдушного хопа, то возможно вы не воспримете не прокайфуете с первых трех альбомов. Поэтому, если вы за рэпчик шарите, то первые три релиза обязательно, но для всех остальных и этих тоже, вот подборка от Шума, песен, которые обязательно стоит заценить, если вы знаете английский, вы, естественно, больше прошарите, насколько это пиздато, и вот подборка от меня. Менее авторитетная, менее интересная, но мне нравится. Эти и другие подборки музыки в охуевшей огромном количестве, а точнее, в количестве, вот сколько, трех годового уже накопленного архива, хранятся у меня в закрытом паблике ВК, в который вход 5 баксов ежемесячно через Патреон. Спасибо большое всем, кто меня там поддерживает. Благодаря вам я живу и снимаю вот такие ебанутые ролики про репы не только. Спасибо вам, дорогие друзья. А еще, если вы хотите читать всякую интересную херовину, то у нас недавно размутился редизайн телеграм-канала. Теперь там все в сто раз красивше, удобней, а материалы все такие же пиздатые, а может даже и лучше. А на сим буду уже откланиваться. Спасибо, что досмотрели до конца. Ты знаешь, где кнопка подписки. А!